Здравствуйте, коллеги. Скажите, мы еще подождем кого-то или ну их? А мне сказали, что половина, да, у нас из 5 минут или что? Мы можем подождать, но я думаю, что люди либо во втором потоке, либо вот кто реально сейчас заинтересован. Я думаю, что... Ну то есть не будем ждать. Ну ладно. Скажите, а вы здесь остались, потому что это тема интересная или... Ну просто некуда идти больше. Окей. Да, я вот этот вот человек, который здесь написан. Можете мне подсказать еще одну вещь? Я просто раньше не был на конференциях Битрикса. Мы только начали работать буквально вот в январе. Вы... Я извиняюсь за прямой вопрос, кто? Вы представляете какого рода компании? Вы разработчики, которые пользуются платформой для того, чтобы своим клиентам что-то разрабатывать. Да? И вы тоже? Понятно. Но просто от этого зависит, что конкретно я буду говорить и как это будет все представлено. Вы знаете, я думал, что здесь будет немножко побольше народу, потому что ровно на этой неделе вышла ужасно интересная статья как раз про conversational commerce. Мы там последние несколько лет про это все время говорим, а тут, значит, выходит статья какого-то модного разработчика из долины, ее переводят на русский язык, в руссбейс. Я даже подумал, жалко, что это не наша статья, но привел там все в фейсбуке, написал, что люди вот наконец-таки читайте, там они тоже про это думают. В общем, это очень интересная история. Никто не читал, наверное, да? Не видел это. Про conversational commerce кто-нибудь слышал что-нибудь? Нет? Нет? Смотрите. Здесь сейчас будут первые слайды про то, что информации вокруг очень много, и все такие не умеют собираться, у всех такой синдром дефицита внимания и гиперактивности. Читать люди разучились, длинные видео смотреть разучились, слушать музыку, которая не долбит, тоже практически разучились. В общем, очень много проблем в связи с тем, что информации вокруг очень много. И это предпосылка того, что должен был появиться новый инструмент, который будет держать внимание человека. Как ни странно, вот вы сейчас сидите, не разговариваете, почти никто, и меня слушаете. Почему это происходит? Потому что мы с вами разговариваем. Потому что я говорю, вы меня слушаете, я вам задаю вопросы, вы мне отвечаете. Это и есть то, что держит более-менее внимание. Поскольку вы в той же самой области работаете, наверняка у вас тот же самый синдром дефицита внимания присутствует. Поэтому я постараюсь быть очень быстр. Но все равно разговор все еще держит немножечко фокус внимания. Здесь немножко… Я эту презентацию первый раз готовил для чуть менее подготовленной публики, чуть менее погруженной в IT и больше погруженной в коммерцию. Поэтому у меня есть действительно несколько слайдов про то, что сейчас происходит, какое там движение, какие потоки. В общем-то, наверняка вы знаете, что сейчас самым часто используемым инструментом у человека становится его чат, даже не социальная сеть. Люди между собой стали намного меньше разговаривать, намного больше переписываться. И вот этот вот бум чатов, там наверняка у вас есть как минимум три мессенджера в телефоне, правильно? У кого меньше, чем три мессенджера в телефоне? Меньше, чем три. С учетом смс-ок. То есть только смс-ки и все. Ну, слушайте, я даже не знаю, я пошел тогда отсюда, что ли. Ну, в общем, статистика пользователей смартфонов, особенно молодых, показывает, что у людей реально три – это минимальное количество мессенджеров, которые есть. Использование этих мессенджеров может быть немножко разное. Китай, оно совсем не такое, как у нас. Наши больше похожи на европейско-американское. Но мессенджеры стали основным инструментом, которым люди пользуются. Даже не социальные сети. Соответственно, вот поэтому происходит вот это вот, что там нарисовано социальными сетями. Если вам будет интересно изучить эти графики, наверняка устроители могут вам дать эту презентацию. Соответственно, социальные сети, по большей части, своей более-менее стагнируют или как минимум темпы роста у них не увеличиваются. Но при этом происходит следующий эффект. А у кого из вас есть какие-нибудь носимые устройства с собой, кроме смартфона? Ну там какие-нибудь часы, какие-нибудь браслеты? Так, слушайте. Нет, подождите. В жизни вообще, в вашей семье есть носимые устройства? А остальные просто боятся признаться. Это не стыдно, это нормально. У меня, например, есть два спортивных браслета, которые валяются на полке, я уже ими не пользуюсь, надоело. У меня есть часы. Как же они называются эти такие? G-Shock'и. Вот. G-Shock'и, которые по Bluetooth соединяются с моим телефоном. Я до сих пор не знаю, зачем это. Но они умеют это делать. Ну понятно, что у моей жены красивенький аксессуар под названием Apple Watch. Еще у меня есть датчик на теннисную ракетку, который по Bluetooth общается со смартфоном и дает трекинг тренировки. Ну то есть мы возвращаемся. Цифровой мир стал такой, железо стало такое быстро и софт достаточно хорошо написано, что мы начали возвращаться в аналоговый мир. Что мы на самом деле с вами в основном аналоговые существа. Мы с вами говорим, это волны, мы там общаемся. Мы вообще аналоговые, мы не цифровые. У нас есть один, скажите, какой у нас самый неестественный, но очень привычный навык, который не относится к аналоговым, но мы все это умеем. Некоторые делают это прямо сейчас. Совершенно верно. Печатан на клавиатуре. Это совсем неестественный для нас процесс. процесс ввода информации, но мы все настолько обучились этому, потому что это до сих пор наиболее эффективный способ вводить информацию во всякие компьютеры. Но сейчас уже оказывается это тоже не так. Уже есть возможность делать это без клавиатуры. Использование клавиатуры сильно уменьшается. Собственно, способы взаимодействия онлайн людей развились. Хотелось сказать, деградировали. Но развились до того, что мы начали пользоваться обменом сообщений намного больше. У вас у всех компаний есть сайты. У кого на сайте есть онлайн оператор? Уже есть несколько человек. А у вас нет онлайн оператора. То есть у вас нет такого выплывающего окошка. Скажите, чем вам помочь. Вам не нравится, да? А видели, да? Назойливо. Знаете, меня больше всего удивляет, что произошел бум этих онлайн операторов. Всех себе наставили. Куча же бесплатных решений. Чего не поставить-то? А там же с обратной стороны должен кто-то сидеть. И типа сидеть всегда. Потому что хуже, чем выплывающее окошко онлайн оператора. Но мы сейчас в оффлайне. Оставьте нам свои данные. Мы когда-нибудь вам ответим. Хуже этого нет. Вообще никогда. Ну вот мы тут плавно подошли к тому, что мы делаем. Мы как раз делаем роботов, которые стоят на другой стороне. Они стоят на другой стороне. 24 на 7. Это не чья-то девушка, которая сейчас не работает, поэтому дома может посидеть за компьютером. Но когда она красит ногти, она тоже оффлайн. Хотя кажется, что онлайн она за компьютером. И который может в какой-то момент времени из-за плохого настроения или чего-то еще написать клиенту какой-нибудь бред. Ну потому что у нее из головы вылетело, что метода доставки дроном в Москве еще не придумали. Ну не используют. Ну или еще что-нибудь такого плана. Нет, роботы один раз научили, один раз объяснили. 24 на 7 всегда предсказуемо и всегда понятно, всегда одно и то же. Главное контролируемо потом не слушать записи, а там прочитать, посмотреть в удобном виде. Вот здесь вот всякие есть проценты, которые рассказывают, почему люди общаются с машиной, общаются довольно плотно. Мы довольно часто встречаемся с таким возражением, что дорогие друзья, человек не будет общаться с машиной, он не хочет. Если бы у наших клиентов, у которых стоит вот наш бот, 30% разговоров вообще не про тему компании. У него спрашивают все, что угодно. Один наш клиент даже попросил отработать такое обращение, которое звучит, извиняюсь, сиськи покажи. Потому что некоторые боты имеют персонажа рисованного с анимациями, с реакциями на реплики. И даже такое есть, понимаете. Так что они очень даже общаются. Вот эти вот всякие циферки показывают, что люди на самом деле любят общаться, нормально к этому относятся. Вы знаете, но там есть один секрет. Главное не пытаться сделать вид, что это живой человек. То есть когда ты с клиентом, с пользователем, с посетителем сайта честен, говоришь, это робот, он сделает все, что может, чтобы тебе помочь. С ним начинают нормально общаться. Задать вопросы, почему так зовут, почему одет в такую одежду, кто тебя сделал, кто тебя обучал, что он думает про Путина и на самом ли деле есть ли жизнь на Марсе. А еще, поскольку робот все-таки обучен ровно настолько, насколько наш клиент попросил его обучить, у нас собрался самый большой в России лексический словарь мата русского языка. И да, у нас есть люди, которые периодически смотрят, как этот робот работает, как эти роботы отвечают, что у них спрашивают. И поэтому у нас несколько интересных таких словарей собирается. Значит, вот здесь вот немножечко тоже статистики. Кто последний раз помнит среднее время на сайте 3 минуты? Это какой сайт? Да, время на сайте. Среднее время на сайте 3 минуты. А у вас что за сайт? Как? Какой-то специализированный, туда приходят специалисты. Окей. Но вот это один из инструментов, это завести диалог с пользователем. Но просто внутри этого диалога можно еще и… Кроме того, что человек находится на сайте, внутри этого диалога, очевидно, ему можно продавать, ему можно отвечать на вопросы, ему можно помогать понять, где что лежит, навигировать по сайту и так далее. Вот тоже средний показатель 8 вопросов. В самом начале у нас было, когда мы начинали, у нас было 2-3 вопроса и ответ, который попадал в тот самый словарь, который я уже отметил. Но, слава богу, в компании 10 лет, мы работаем с целым набором компаний из группы Beeline, мы работаем с парой компаний из группы Megafon, мы работаем с крупными розничными банками в России. То есть у нас такой послужной список нормальный, системы работают уже хорошо, они обвешаны разнообразными статистиками, которые постоянно наши клиенты анализируют внутри. Это я вам рассказываю про нашу интерпрайзную часть бизнеса. Так что, в общем, система уже достаточно развита для того, чтобы двигаться дальше. Вот это вот кейсы здесь приведены конкретно из e-commerce, у нас было несколько проектов с e-commerce, в основном это были сезонные какие-то проекты, когда нужно увеличить продажи, внимание, время на сайте, внимание пользователя, увеличить конверсию. Вот такие вот у нас были кейсы, тот вот слева, по-моему, MVideo, да, MVideo, а вот это вот, по-моему, E1 был. В общем, изнутри, что очень важно, изнутри диалога конверсия намного выше. Это, в общем-то, понятно, если мы говорим про хороший состоятельный диалог. Так же, как когда живой человек разговаривает с клиентом, вероятность того, что клиент все-таки посмотрит, что ему предлагается, а дальше купит, эта вероятность намного выше. Точно так же и роботы дошли до состояния, когда конверсия изнутри разговора с пользователем становится намного выше. Мне кажется, конверсия выше 17% это довольно хорошо, мягко говоря, для интернет-магазинов. Значит, каким образом работает на сегодняшний момент система? Система работает чисто по воронке. Как нам сказали в одном банке, вы знаете, какие бы усилия разных способов информировали наших клиентов, мы не предпринимали, минимум 80% звонков в наш колл-центр. Какой у меня остаток на карте? Они говорят, смс-ки, онлайн-банкинг, мобильный банкинг, IVR, который готов ответить на этот вопрос в автоматическом режиме. Все, что угодно. Нет, 80% звонков операторам. А какой у меня остаток на карте? Вот примерно таким образом. Значит, 80% обращений, это нормальная статистика, реальная, 80% обращений, они в общем-то одни и те же, одинаковые. Их можно обслужить совершенно полностью автоматически, живой человек там точно не нужен. Учитывая, что наша система умеет интегрироваться с другими внутренними системами наших клиентов, как то CRM, ERP, разные финансовые, соответственно, ответ на вопрос, сколько у меня там баланс на телефоне, может быть отвечен автоматически в диалоге и так далее. Значит, порядка 80% в любой компании полностью автоматизирующиеся диалоги. Дальше порядка 15% это диалоги, где могут понадобиться включения человека. Наша система на сегодняшний момент может сама понять, я кавычки обозначаю, потому что, конечно, система не понять, но есть довольно сложные алгоритмы, которые приводят эту систему к заключению, что нужно, вероятно, предложить или сразу подключить живого человека. Наша система умеет либо незаметно для посетителя сайта, либо явным образом показать, но подключить в чат живого человека, живого оператора, который сможет ответить на вопросы. Что, согласитесь, довольно существенное снижение нагрузки, даже если вам нравится пользоваться онлайн-оператором, и у вас есть живые люди, которые печатают там с той стороны. Ну и порядка 5 примерно процентов – это те вопросы, которые на самом деле роботу даже не надо начинать пытаться решать. Нужно сразу переключить на живого человека. В случае необходимости, как правило, это даже вопросы, которые требуют не попечатать, а поговорить голосом. Наша система умеет автоматически либо интегрироваться с системами колл-центра, либо, что используют поменьше компании, у которых нету сложных систем телефонии, она умеет автоматически создать там конференц-звонок пользователя и, собственно, оператора на стороне компании. Ну, это западная тоже статистика на ту же самую тему. Это насколько эффективнее работа живого человека-оператора, если взаимодействие с пользователем хотя бы как-то автоматизировано. При этом здесь идет речь даже не всегда автоматизация фронт-энда, сразу самого диалога, а автоматизация подсказок в том числе на стороне оператора. Такое там наша система умеет делать либо на уровне чата, либо она умеет слушать то, что человек говорит в телефон, на лету распознавать, что имеется в виду, и подкладывать какие-нибудь виджеты, например, которые упрощают обслуживание этого клиента. То есть потенциально даже не напрямую фронтовые ответы на вопросы. Эффективность одного оператора может вырасти на 75%, а это прямые живые деньги. Ну и дальнейшее развитие – это разнообразные свободные интеграции с разными системами. Интернет-магазин, регистрируемся, самостоятельно загружаем свои данные, самостоятельно обучаем своей информацией о компании, самостоятельно загружаем свои каталоги. Все это в облаке, все это удобно. Получаем инструкцию, как поставить виджет к себе на сайт, ставим и вперед. Это, в общем, более-менее цель, к которой мы сейчас идем. Первая версия такой системы, такой, знаете, первая открытая бета с частью функционала, о которой я сейчас сказал, она на самом деле запускается 8 февраля. Вот буквально очень скоро. И вы сможете воспользоваться, попробовать, потестировать для себя. Кроме этого, мы начали работать с битриксом в январе. Делаем по заказу 1С битрикс инфа. Мы наших роботов называем инфами. Делаем инфа именно для самой платформы. И в дальнейшем инф тоже будет разрастаться, интегрироваться и внутри платформы. И может быть использован тоже, видимо, через некоторое время, как один из компонентов, которыми вы, как разработчики, сможете пользоваться, устанавливать более-менее просто для своих клиентов. Вопросы? Спасибо. Вопросы в микрофон передам. Я в первую очередь хотел бы вас поправить. Может быть, вы можете не согласиться. Тема Лебедев недавно написал. Я знаю, что вы у него на сайте поставили инфа своего. И он написал, что происходит не в аналоговый мир возвращения, а софтверизация. То есть даже вы заменяете реального человека на некий софт. И, собственно, вопрос. Если вот такого инфа спросить, подскажи мне что-нибудь, что-то вроде товара, который я сейчас смотрю, то есть вообще ничего не называть ему, никакого контекста больше нету, он сможет подсказать? Или это только технологии будущего? Значит, первое про Тему Лебедева, инфа на сайте Тема.ру и его мнение про софтверизацию. Оно совершенно не противоречит тому, что я говорю. Я говорю про взаимодействие, куда мы приходим обратно. Мы приходим больше в аналоговый мир. Софтверизация как раз позволяет нам это делать. Она позволяет нам по-человечески разговаривать с роботом. Что такое инф? По большому счету огромная софтверная система. Но взаимодействуете вы с ней на своем, в общем-то, более-менее аналоговым методом. Обычной речью в том числе. Инф на сайте Тема.ру это был такой немножко хулиганский проект. Было интересно в очередной раз проверить, инф, не привязанный к какому-то конкретному, конкретной корпорации, обслуживающей интересы конкретной корпорации. Как он будет с людьми взаимодействовать, как люди будут взаимодействовать с ним. Что вообще из этого эксперимента социального получится. Но я могу сказать, что мне вообще этот эксперимент очень понравился. У нас, например, я периодически захожу, смотрю логи этих разговоров. Но, например, есть разговоры. Самый длинный, который я видел, читал, длился 45 минут. Понимаете? Человек с роботом общался 45 минут. И да, конечно, мы там хорошо поработали, сделали так, что этот робот общался так же, как Тема Лебедев. Всех крыл матами, естественно. Я же говорил, мы большие специалисты в этой области. Но он попадал в тему, про которую человек начинал с ним говорить. При том, что это была более-менее свободная история. Там не было сильно заданных тем. В общем, довольно длинное. Среднее время разговора длиннее, чем у корпорации. Попадание в тематику неплохое. Ведение диалога очень даже приличное. Поэтому это довольно интересный был эксперимент. И нам это удалось. Теперь про вопрос. Покажи мне товар, похожий на тот, что я сейчас смотрю. Есть короткий ответ. Есть чуть длиннее. Короткий ответ – да. Чуть длиннее. Это зависит от вас. Если вы, работая с нами, даете возможность интегрироваться с вами и хотя бы передаете, например, какие-то ключевики нам, когда загружается страница, и эти ключевики могут содержать в том числе… А у нас API для этого готовая. То есть с нашей стороны особой доработки не надо. И эти ключевики могут содержать, например, товар, который сейчас смотрит человек. Категорию, название, тип, еще что-то. То на вопрос «покажи мне еще что-нибудь похожее» мы можем генерировать поисковый запрос к вашей поисковой машине, чтобы показать ему список. И на нашей стороне эта история реализована. Поэтому да, мы, конечно, таким образом можем работать. И дальше начинается много-много разных кружавчиков. Скажите, я сейчас пока иду с микрофоном, сам еще вопрос задам. Насколько я понимаю, инфа установлена на каждый конкретный проект, нужно обучать. Насколько это долгий процесс, автоматизированный, не автоматизированный, насколько сильно зависит от специфики того проекта, где он устанавливается? Он зависит по большей части от типа проекта, где он устанавливается, и нашего опыта работы с этим типом проектов. Например, мы много работаем с банками. И создать новую инфа для банка нам становится с каждым разом все проще и проще. У нас порядка 80 тысяч описанных правил-шаблонов для банковского инфа. Что такое правило-шаблон? Это описание целого диалога. Самое большое количество специалистов, которые работают у нас в компании, это лингвисты. Мы для них разработали несколько лет назад отдельный язык программирования для лингвистов, наш внутренний, со всеми причитающимися атрибутами языка программирования, для того, чтобы они могли программировать такие вещи. А также массу разнообразных инструментариев, для того, чтобы они могли делать свою лингвистическую работу. Когда мы работаем с крупными корпорациями, условно в нашей классификации это enterprise уровень, то мы под каждого клиента создаем отдельного инфа и насыщаем его знаниями этого конкретного клиента. На сегодняшний момент среднее время работы, подготовки инфа это 2-3 месяца. Это довольно длительно. Притом программистской работы там не очень многое. Все зависит от особенностей интеграции хотелок клиента. Но если у него нет ничего из особенностей, то у программиста там где-то на пару дней работа. А вот у лингвистов вот это вот длительная работа. Значит, то решение, которое мы запускаем в феврале, это решение, которое ориентировано на e-commerce. И это решение, которое ориентировано на то, что нашего участия в обучении инфа не будет вообще. Это полностью облачные решения. Зашли, зарегистрировались, получили инструкцию, как поставить виджет, указали настройки виджета, как он должен выглядеть, как он должен себя вести. Заполнили разнообразные опросники, касающиеся конкретно вашего интернет-магазина. Получили инструментарий обработки разнообразных событий, типа анонсов на бездействие, если пользователь на 2 минуты завис на странице. Ему нужно чего-то сказать. Вот такие вот вещи. Получили вот этот набор инструментариев. Сами же его же ведете. Получаете инструментарий статистики того, как пользователи на это реагируют, когда что срабатывает. И вперед, поехали, все работает. Наше участие здесь даже не нужно. На мой взгляд, человек, который управляет интернет-магазином, не являясь профессиональным программистом, но понимает более-менее, как это работает, и понимает про свой магазин достаточно хорошо, для того, чтобы идеально систему, которую мы выпустим в течение этого года, уже в максимальной комплектации, как все это представляем, для того, чтобы ее полностью настроить, ему будет требоваться 2-3 рабочих дня. Это ответ на этот вопрос. Я хотел на самом деле другой вопрос задать. По поводу инфа, которая 8 февраля запускается. Он будет основан на данных, которые клиент сам в него записывает, правильно я понимаю? Или он будет все-таки отталкиваться от какого-то облачного сервиса, которому хранится опыт накопленный? Значит, он будет основываться на шаблонах и правилах, которые мы ему уже создали. Но, естественно, он с пользователем будет говорить про ваш магазин. То есть вам нужно будет сказать, наш магазин называется так. Мы торгуем вот таким-то товаром. Мы находимся там-то. Мы так-то принимаем оплату. Мы так-то доставляем. Мы хотим сейчас рекламировать такие-то вещи, такие-то товары. Вот на них ссылки. Вот система подбора товара. Такая упрощенная, но система подбора тоже. То есть это все, конечно же, указываете вы, и он будет разговаривать с пользователем на вашем сайте, будет разговаривать про ваш магазин. Опять же, я говорю, это речь идет про тип сайта, про тип ресурса, где установлен инф. Да, мы довольно глубоко изучили тему e-commerce и постарались по максимуму объять все, что можно в рамках взаимодействия клиента интернет-магазина, интернет-магазина поговорить. Поэтому, да, правила создали мы, конкретные данные задаете вы. Но в простых, там, простых анкетах, простых визардах, ну то есть так, чтобы это было легко. А вот в продолжении вопроса как раз-таки о данных. А если требуется усложнить, да, то есть русский язык богатый, просто ключевиков там можно вводить миллионы. Можно ли будет как-то использовать клиентскую, допустим, поисковую машину и общаться с вашим сервисом по API? Если мы говорим про тот сервис, который мы вот начинаем запускать сейчас, он пока этого не предполагает. То есть внешние интеграции на выход пока туда не заложены. В дальнейшем, да, мы, конечно, будем смотреть на потребности рынка, на то, что будут нас просить наши клиенты. Если будет понятно, что есть там вот такой-то еще механизм, который надо реализовать. Не знаю, на битриксе же можно сделать интернет-магазин. И там есть какой-то поиск реализованный. Если там вы нам все дружно скажете, а сделайте интеграцию с поисковой машиной, встроенной в битрикс для интернет-магазина. Ну там поскрепим мозгами и сделаем, наверное. Там может быть даже будет интереснее интеграция. Там же будет важно понимать, насколько эффективно инфт на конкретном магазине работает. Для интернет-магазина это, наверное, там ключевой показатель, там конверсия. Будет у него расти или нет? Статистику всю, вот этого рода статистику, всю, конечно, прямо закладываем в личный кабинет сразу. Чтобы понимать, как работают анонсы, как работают клики по ссылкам, которые там есть. Но финальные данные, они все равно в самом магазине хранятся. Там сделали ли заказ, оплату. То есть нужна была какая-то обратная связь все равно к вам. Нужна ли она к нам? Наша задача предоставить такую статистику, чтобы финальную статистику можно было легко и понятно интерпретировать. Чтобы они были как минимум связаны с самим магазином и видели зависимости. Это возможно, опять же. Это возможность. Мы как только запустимся, мы там откроем, скорее всего, там, пока запланировано в фейсбуке, страничка конкретно этого сервиса, чтобы туда получать разные комментарии от вас. Мы там сначала хотели отдельный форум запустить, потом поняли, что зачем есть куча разных инструментов. Такое будет полузакрытое сообщество тех, кто уже пользуется. Спасибо. Я вот как раз хотел по поводу общения в социальных сетях. Вы в начале презентации говорили, что в России несколько иначе пользуются смартфонами, чатами, чем в отличие от Китая, я так полагаю, что это азиатские страны. И я вот вас хотел спросить по поводу статистики использования подобных систем. Вот как ваша, у вас наверняка же есть какая-то статистика, может быть, в странах каких-то более технологически продвинутых, чем наша, в странах Европы. Вы упомянули, что Россия больше похожа на страны Европы. Вот как там этим, наверное, активно пользуются сейчас, активнее. То есть есть ли у вас информация, насколько это распространено? Да, вот эта вот тема conversational commerce, она сейчас везде растет. Она растет по-разному. В мире есть меньше десятка компаний, которые технологического уровня делают проекты типа нас. Мы по большому счету в России единственные, кто это делает, такого уровня. И в мире их не очень много. Но зато в мире много компаний, которые делают продукты из категории conversational commerce, но намного проще. Ну, в общем, да, это довольно активно растущая история. Отличие, которое я имел в виду, например, в пользовании чатом среди китайцев, заключается в том, что они намного больше чатятся голосом. Мы в основном чатимся, тапая на экранчик, а они чатятся голосом. И это очень заметно. С другой стороны, ты хочешь сказать, ребята, позвонить не проще. Но нет, они почему-то все время чатятся голосом. То есть они послушали, что ему сказали, дальше наговорил ответ, это ушло. Все, это практически такой разговор двух тормозов. Но это очень... Я вот недавно совсем летал в Лондон, и почему-то на этом рейсе он оказался стыковочный для большого количества граждан Китая. Они через Москву в Лондон летели. И это вот... Они только вышли из самолета, сразу, значит, подоставали в хитру бесплатный Wi-Fi, подцепились и давай все такие так. Ну, то есть, правда, такой... Для нас это не очень характерно. Притом, ну, непонятно зачем. Лень, что ли, тапать? С другой стороны, у них, ну, как бы, китайский язык-то сложнее, хотя у них есть вполне себе китайско-китаизированный набор на латиницу. Поскольку у нас есть английский, китайский, казахский и вьетнамский языки в системе, то мы там тоже немножко с языками повозились. Вот. Ну, такая вот разница. Спасибо еще раз. Надо было, наверное, сказать, куда заходить регистрироваться. Скажите. ecom.inf.net Надеюсь, что с 8 февраля ничего не сломается. И потому что мы 1 февраля выходим на финальное тестирование на продакшене. С 8 февраля, я надеюсь, там можно будет уже регистрироваться и смотреть. Там пока будет не очень богатый функционал, но уже тот, который будет, уже вполне себе можно использовать. Будем пробовать. ecom.inf.inf ecom.inf.net Пока да. С 8 февраля. С 8 февраля. Заходите 8 февраля. Ну все, похоже все, дедлайны сдвигать нельзя. Спасибо. Спасибо. Спасибо.